Начну с азбучной информации. Понятно, что высокие зарплаты в странах с сырьевой экономикой вполне объяснимы. Норвегия, Саудовская Аравия, Катар могут позволить своим гражданам высокие доходы, исходя из востребованности их сырьевых ресурсов, которыми они владеют в большом количестве, и возможности через высокие сырьевые ренты обеспечить эти самые доходы. Кстати, та же Норвегия, часть доходов, полученных от продажи энергоносителей, направила свое время на развитие наукоемких производств и вполне достойно конкурирует со стальным миром в сфере высоких технологий. Польша, на которую равняется Украина, благодаря реформам Блацаревича сумела сохранить промышленность, потом модернизировать, благодаря кредитам Евросоюза и сегодня, если не входит в число ведущих промышленных лидеров континента, все-таки сумела найти те сегменты рынка, где этого оказалось вполне востребованным. А чем занимается политическая элита Украины на протяжении трех десятилетий с момента провозглашения независимости? По сути, все эти годы мы наблюдали за процессом деиндустриализации нашей экономики. Все это начиналось под лозунгом «Все государственное не может быть прибыльным». Только частник обеспечит настоящую конкуренцию. И на месте станкостроительных предприятий, которые производили станки, не уступающие европейским производителям, появились офисы в зданиях конструкторских бюро, а цеха превратились в руины. Благо, на сдаче станков в виде металлолома многие неплохо заработали. Что такое высокая зарплата в странах с несырьевой экономикой? Эти страны, производящие продукт с высокой добавочной стоимостью. К ним относятся страны Евросоюза, США, Япония, Канада. Включению в этот список двигаются Китай и Индия, хотя у них сложности в большом количестве населения. Украина никаким боком не поступает к возможности попасть в этот перечень. Вот точка зрения известного украинского экономиста Алексея Куща. Чтобы выйти на уровень Турции по доходам, нужно иметь порядка 250 миллиардов долларов экспорта, на уровень Польши 350-400 миллиардов, то есть увеличить потенциал экспорта в 2-3 раза. И объяснение тут простое. У нас есть потолок роста доходов из-за того, что ввиду дентру индустриализации экономики, основные потребительские товары у нас импортные. Если растут доходы, то растет и покупательная способность. Люди покупают больше смартфонов, машин, начинают больше путешествовать за рубеж. То есть импорта у нас становится больше и весь он должен компенсироваться экспортом. Но экспорт сырья из Украины не может быть таким прибыльным, как у саудитов. Поймут ли это эти простые истины те, кто сегодня управляет экономическими процессами в Украине? Продолжение следует...